Традиционно в России празднование Крещения Господня проходит на открытых водоемах. Ульяновская область не исключение. Однако в этом году на этот праздник, как и на многие другие, наложились антиковидные ограничения. Открывая заседание по этому вопросу, председатель правительства региона Александр Смекалин сразу оговорился, что независимо от выборного формата мероприятия, безопасность должна быть поставлена во главу угла. Сразу проговорю, что в условиях пандемии нам еще необходимо принять решение о том и проконсультироваться с духовенством, о том, как мы будем проводить, будем ли мы проводить в массовом порядке данное мероприятие. Но мы в любом случае, с точки зрения безопасности, должны быть к этому готовы. Церковь однозначно обозначила свою позицию. Массовые купания – часть народных обычаев, а не церковных обрядов. Поэтому купание – личный выбор каждого. И РПЦ к массовым купаниям не призывает. В свою очередь специалисты по мониторингу окружающей среды считают, что с точки зрения погоды и толщины льда, выход на него почти на всех водоемах региона безопасен. Сотрудники МЧС с этим мнением согласны. Как уже сказали, толщина льда и температура позволяют провести массовое купание, посвященное православному празднику. Статистика количества людей сейчас в купании в области колеблется от 20 до 25 тысяч человек. В прошлом году у нас в связи с аномальной теплой погодой и низкой толщиной льда были ограничены проведения. На данный момент во всем муниципальное образование направлено письменности для предоставления данных о решении проведения мероприятий. По мнению городских властей столицы региона, массовые купания в период пандемии не нужны. Поэтому администрация Ульяновска в целях сохранения безопасности выступила против организации мест для массовых купаний. В целом это мнение вполне совпало с мнением церковнослужителей. Однако председатель правительства предложил другое решение, исходя из реалий сегодняшнего дня. Мы должны быть готовы все-таки организовать эти места для того, чтобы они были доступны. Здесь нам надо правильно выдержать, пройти по вот этой вот ситуации, по грани, чтобы с одной стороны мы понимаем, что многие несмотря ни на что захотят пойти искупаться. И если это будет сделано в несанкционированных местах, то это будет возможно еще хуже. Сергей Панчин, присутствующий на совещании в режиме видеоселектора, пообещал довести до подчиненных и депутатов городской думы рекомендации региона. В крещенскую ночь все службы – полиция, медики, МЧС – будут работать в усиленном режиме. Однако власти и церковь рекомендуют в этом году не подвергать ни свое, ни чужое здоровье риску и не принимать участие в массовых мероприятиях. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улл. Правды. ТВ.